Здравствуйте! С вами программа «День города» и я, Марина Романюк. Смотрите выпуски. Наличный контроль. Формирование бюджета Павел Молков поручил региональному кабинету министров. Воздвижение. Двунадесятый праздник в православном мире. Конец бабьего лета по народным предметам. Битые по пулеметному гнезду. В усадьбе Павлова, несмотря на погоду, прошел городошный период. Правительство Рязанской области возьмет шефство над полками мобилизованных жителей области. Для них будет закуплено все необходимое. Об этом стало известно после визита губернатора Павла Молкова в военный учебный центр в Сельцах. Списки нужных вещей уже составляются. Призванные по мобилизации будут получать денежное довольствие. Их рабочие места при этом сохраняются. Семьи мобилизованных получат поддержку от властей. Сейчас такое ключевое время и для нашей страны. Скоро будет определенно, как будет складываться история нашей страны и всего мира в целом. Ситуация многих коснулась и сейчас предстоит кому свой вклад в вести. Я прошу руководителей министерств и ведомств очень внимательно отслеживать интересы Рязанской области на федеральном уровне. Необходимо каждый вопрос сопровождать лично. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Молков. По его словам, сейчас идет формирование бюджетов и федерального, и регионального. Поэтому следить за программами поддержки субъектов нужно особенно тщательно. Уже по традиции заседание правительства Павел Молков начинает с проверки исполнения поручений. В Шиловском районе еще в июле просили сделать дорогу Полтавка-Аделина-Мелехова. Сегодня там уже заменили 7 километров автотрассы. Работы успели завершить до начала учебного года. В Скопинском районе в конце октября дорогу также обустроят. Одно из главных обращений от рязанцев из микрорайона в Кольном. Там возникла путаница с прикреплением домов к новой школе. По словам главы администрации Рязани Елены Сорокиной, окончательное так называемое прикрепление будет только в марте следующего года. А пока будут решать вопросы в индивидуальном порядке. У нас появляется новая школа, такое очень позитивное событие, вот, хорошее. Не позволяйте его в негатив превращать, хорошо, какими-то вот организационными недоработками. Здесь нужно и сбор, и индивидуальную работу выстроить, и нужно информирование граждан выстроить. Потому что, вот видите, иногда информации не хватает. Даже если где-то ошибка есть, а ошибки всегда случаются, нужно понимать, как ее исправлять, куда обратиться для того, чтобы либо прикрепиться, либо, наоборот, остаться в старой школе. А топительный сезон в области стартовал пока не повсеместно. Системы централизованного теплоснабжения включены в 21 муниципалитете из 25. В Клепиковском, Рязанском районах, в Касимове и Сасово тепла пока нет, но уже к концу недели его обещают дать и там. Сбоев и отключений пока минимум. Но вот конкретно по Рязани поручение Павел Малков все же дал. Есть отдельные локальные места, в которых дома отключены. Это связано с работой прочей компании на системах внутреннего теплоснабжения. Мы эти работы ожидаем закончить к концу этой недели. Все-таки возникают определенные информационные всплески по поводу того, что выставляют платежки или будут выставлять за отопление за сентябрь. Тоже очень тщательно в информационном поле отработайте, за какие именно объемы выставляется. Что это именно за те несколько дней, которые идет отопление. Не больше ни в коем случае. Если кто-то не согласен, соответственно, как этот вопрос скорректировать. То есть четко проговорить, за что выставляется и как действовать в случае, если услуга была оказана не в полном объеме. Как пересчитывать. Бюджетные выравнивания районов в области будут теперь проводить по новой схеме. А всем бюджетникам с 1 октября проиндексируют оклады на 4%. Кроме того, места размещения для беженцев в Рязанской области станет больше. Впрочем, квота останется той же 1208 человек на регион. А еще одна приятная новость пришла из Москвы. Там одобрили для Рязанской области бюджетный кредит на 4 миллиарда. Инфраструктурно это будет 6 детских садов, школа и западный коллектор в Рязани. За прошлые сутки на рязанских дорогах произошло всего 4 дорожно-транспортных происшествия. Однако последствия у них не такие уж безобидные. Три человека погибли, шестеро травмированы. Более подробно расскажем далее. Эти фотографии из Александра-Невского района. Причиной аварии стали и дорожные, и погодные условия. Возможно, из-за всего вкупы 29-летний москвич на БМВ не справился с управлением. И столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. По инерции БМВ продолжил движение и врезался в Форд. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, а также 23-летняя женщина и 2-летний ребенок, которые находились в автомобиле БМВ, от полученных травм скончались на месте дорожной аварии. 22-летняя пассажирка автомобиля Форд Фокус получила травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Еще одно ДТП с последствиями произошло в Рязани. Вечером на перекрестке улиц Полонского и Свободы водитель «Лады» на скорости проскочил лежачий полицейский. Задел у обочины иномарку и столкнулся с БМВ. Пассажир отечественного авто пробил головой стекло. Медпомощь понадобилась и водителю БМВ. Дети в салоне иномарки не пострадали. А это кадры уже утренней аварии. На северной окружной «Газель» столкнулась с уборочной техникой. По кадрам видно, что на месте работают сотрудники экстренных служб. В области произошло 23 дорожно-транспортных происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 16000-2009 нарушений правил дорожного движения. В том числе 9 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, выявлено 113 нарушений, связанных с управлением тонированными транспортными средствами. Три нарушения допущены водителями автобуса. 8 совершенных пешеходами и пресечено 5 нарушений правил перевозки детей. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге. Инспекторы напоминают, что согласно правилам дорожного движения водитель обязан учитывать дорожные и метеорологические условия и выбирать скорость движения, исходя из действующих ограничений и возможности полностью контролировать управляемость своего транспортного средства. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. И в продолжение темы. 200 часов обязательных работ в качестве наказания получила Рязанка за управление автомобилем в состоянии опьянения. Женщина не впервые попадается за рулем на веселе. Ранее она уже была лишена прав. Приговором Рязанского районного суда от 21 сентября 2022 года жительница города Рязани признана виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, да еще и за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. У этой женщины уже числилась административка на основании постановления мирового судьи. Ранее она приговорена была к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Штраф к настоящему времени не уплачен. С лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев за пьяное вождение. 14 августа данная женщина двигалась на своем автомобиле по участку автодороги М5 Урала, проходящего по территории Рязанского района в направлении города Рязани, и не справилась с управлением, совершив наезд на разделяющее ограждение. Прибывшая на место сотрудник ГИБДР Рязанского района проведено освидетельствование, и после прохождения медицинского освидетельствования у нее установлено состояние опьянения. В судебном заседании подсудимая полностью признала вину в совершенном ей преступлении и раскаялась в садейном. По результатам рассмотрения судом уголовного дела, женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Городки – самое большое увлечение физиолога Ивана Павлова. Он объяснял полезность игры тем, что во время нее происходит сложная координация мышечных движений, что, в свою очередь, благотворно отражается на всех других функциях организма. Играл в эту игру ученый на протяжении всей своей жизни. Он заслуженно считался президентом городковой академии, принимал участие в крупных соревнованиях и был, по мнению специалистов, классным игроком. Сегодня, спустя десятки лет, в усадьбе Павлова прошел городочный турнир. Ксения Сашникова фигуру «Звезда» сбила с одного удара. Ну, почти сбила. Зато для второй попытки ей разрешили подойти ближе к цели. В правилах это сместиться с кона на полукон. Девушка – ученица 75-й школы. А именно эта школа принимала участие еще в первом турнире. Сегодня, по традиции, пришли командой. Мы занимались на уроках этим видом. Нам очень понравилось. Мы решили проявить себя в конкурсе. И проявили. Команда девчата, так они себя назвали, заняла второе место. А вот юношам повезло меньше. Опыта маловато. Наверное, еще и потому, что о самой игре узнали практически за пару дней до начала. К нам на пару пришел куратор. Пригласила нас поиграть. Мы решили с ребятами собраться. Почему бы и нет? Игра довольно интересная. Интересное место. Команда «Просто яблочки» заняла третье место. Победителями же стали ученики 10-й школы. Ребята выбили наибольшее число фигур наименьшим количеством бит. Это главная цель игры. Кстати, в этот городошный турнир ребята выбивали всего три фигуры. Организаторы решили сделать скидку на опыт игроков и чуть изменили регламент. Правда, фигуры подобрали не самые простые. Одна из фигур называлась «Фигура Павлова». Эта фигура была построена сегодня впервые здесь, на нашей площадке. Этой фигуры нет официально. Все дело в том, что эта фигура была любимой у Ивана Петровича, но ее название и вообще история этой фигуры была утрачена. И двоюродный племянник Ивана Петровича Александр Федорович Павлов по воспоминаниям восстановил, как эта фигура выглядела. И ее условно назвали «Фигуру Павлова». В списке 15 официально существующих фигур такой нет. Есть другая письмо. Ее Павлов тоже любил. Но мы попробуем сбить именно фигуру Павлова. Эту фигуру мы попробуем сбить по правилам городка. Но немножко смухлюем все-таки. Официально игра начинается с кона. Мы же перешли на полукон, гораздо ближе к мишене. В руках у меня бита. Весит она примерно 2,5 килограмма. Задача – сбить хотя бы одну фигуру. Я делаю это в первый раз. Все же по правилам участник должен стоять дальше, на кону. Сбить хотя бы одну рюху – деревяшку в фигуре. Тогда игрок получает право бить с полукона. И так пока не собьет всю фигуру. Городочный турнир – часть 4-го фестиваля. Нобелевские лауреаты России – золотые имена. В рамках этого фестиваля мы хотим привлечь молодежь как к творческому, так и спортивному процессу. Поэтому одна из номинаций – это городочный турнир спортивный. Еще одна номинация – шахматный турнир спортивный. Она пройдет в декабре. И еще будет у нас номинация теоретическая. То есть, когда будут готовиться доклады. Таким образом, мы хотим объединить учащихся нашего региона в творческий процесс и в науку. Шахматный турнир, теоретические номинации – все это пройдет в декабре. Тогда же, 10-го числа, состоится награждение победителей. Самых спортивных и теоретически подкованных ребят ждут сюрпризы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Православные 27 сентября отмечают праздник воздвижения честного животворящего креста Господня. Дата относится к числу двун и десятых. Двенадцати важнейших церковных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В 2022 году торжество пришлось на вторник. Об истории, традициях и приметах праздника расскажем далее. Поводом для празднования стало обретение священного креста, на котором распяли Иисуса Христа. Крест был утерян после казни и долгое время его нахождение было неизвестно. В 326 году равнопостольная царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски утраченных святынь. Правительница распорядилась начать раскопки на Голгофе, где произошло распятие. Стараниями царицы крест был найден под землей. Христос был распят вместе двумя разбойниками, поэтому библейские археологи нашли сразу три креста, гвозди и доску с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». Согласно преданию, чтобы установить подлинность святыни, каждый из обнаруженных крестов проверили на чудодейственные свойства. Находки приложили к больному, и прикосновение к кресту Господню принесло ему исцеление. Убедило искателей и другое чудо. Мимо проходила похоронная процессия, и один из покойников воскрес, когда к нему приложили крест. Тогда и юрсалимский патриарх Макарий установил крест, чтобы все присутствующие возрадовались обретению святыни. В свою очередь, сын царицы Елены, император Константин, распорядился построить в Иерусалиме храм воскресения Христова. Строительство завершилось в 335 году, уже после кончины Елены. 13 сентября того же года храм осветили, а 14 сентября или 27 по новому стилю церковь постановила учредить празднование воздвижения креста Господня. Праздник также именуют крестовоздвижением или просто воздвижением. В наши дни в честь праздника крест торжественно выносят из алтаря и полагают на аналой. В храмах проходят всеночные обдения и литургия. В быту обычаи праздника тесно переплетаются с народными поверьями. Праздник воздвижения креста Господня считается концом бабьего лета и сроком окончательного прихода осени. С поля убирают и готовят на зиму капусту, которая в эти дни является одним из основных блюд на праздничном столе. Кстати, поскольку Христос принял мученическую смерть на кресте для искупления грехов человечества, в этот праздник не принято веселиться и накрывать богатый стол. Напротив, соблюдается строгий пост. Еще одно предписание связано с законами природы. В этот период сезона змеи готовятся впадать в зимнюю спячку, поэтому собираются большими группами. В избежание встречи с ними не рекомендуется ходить в поля, леса и посадки. Рекомендуется заранее закрывать все подвалы. Согласно поверьям, в день праздника нельзя ссориться с близкими, а в делах по дому лучше отложить шитье и вязание на другой день. Зато молитвы, произнесенные в день крестовоздвижения, почитаются особо сильными. Лучше всего посетить службу в храме и помолиться о насущном. Существует несколько погодных примет, на которые принято обращать внимание 27 сентября. Так, безоблачный день сулит поздний приход зимы, а вот стаи улетающих птиц в небе считаются вестниками морозных месяцев. Зато резкое похолодание в праздничное утро обещает раннее наступление весны в грядущем году. На этом все новости вторника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова